На каких направлениях нужно сосредоточить партнерскую работу государства регионов отечественного бизнеса? Первое. Будем расширять перспективные внешнеэкономические связи и выстраивать новые логистические коридоры. Уже принято решение продлить скоростную автомагистраль Москва-Казань до Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени, а в перспективе до Иркутска и Владивостока с выходом в Казахстан, Монголию и Китай. Что в том числе существенно расширит наши экономические связи с рынками Юго-Восточной Азии. Будем развивать порты Черного и Азовского морей. Особое внимание уделим, ну уделяем уже, те, кто занимаются этим и в ежедневном режиме знают, будем уделять международному коридору Север-Юг. Уже в этом году по Волго-Каспийскому каналу смогут проходить сюда с осадкой не менее 4,5 метров. Это откроет новые маршруты для делового сотрудничества с Индией, Ираном, Пакистаном, странами Ближнего Востока. Мы и дальше будем развивать этот коридор. В наших планах ускоренная модернизация восточного направления железных дорог, Транссиба и Бама, наращивание возможностей Северного морского пути. Это не только дополнительные грузопотоки, но и основа для решения общенациональных задач по развитию Сибири, Арктики и Дальнего Востока. Получит мощный импульс инфраструктура регионов, развитие инфраструктуры, включая связь, телекоммуникации, дорожную сеть. Уже в следующем, в 2024 году, не менее 85% дорог в крупнейших агломерациях страны, а также более половины дорог регионального и межмуниципального значения будут приведены в нормативное состояние. Уверен, мы сделаем это. Продолжим и программу бесплатной газификации. Уже принято решение распространить ее на социальные объекты, детские сады и школы, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты. А для граждан такая программа теперь будет действовать на постоянной основе. Они всегда смогут обратиться за подключением. Смогут обратиться за подключением своего дома к сетям газоснабжения. С этого года начинается большая программа по строительству и ремонту систем ЖКХ. В течение 10 лет планируется инвестировать в эту сферу не менее 4,5 триллионов рублей. Мы знаем, насколько это важно для граждан, насколько запущена эта сфера. Надо работать и будем это делать. Важно, чтобы программа сразу получила мощный старт. Поэтому прошу правительства обеспечить ее стабильное финансирование. Второе. Нам предстоит существенно расширить технологические возможности российской экономики. Обеспечить рост мощности.